Вдоль Одесского побережья на 14-й и 15-й станциях Большого фонтана катастрофически не хватает общественных туалетов. А если они есть, то их состояние не выдерживает никакой критики. Одесса славится своим гостеприимством. Наш город стремится поддерживать свой туристический статус, но так ли это в действительности? Мы очень любим наш город и потому очень обидно, как Одесситу мне, наблюдать вот такие строения, которые не добавляют ни впечатления о городе хорошего, ни здоровья Одесситам и ни экологии, чтобы город наш был чистый и аккуратный. Как известно, один из критериев туристической привлекательности города – доступность туалетной инфраструктуры. И вот вопиющий факт отсутствия общественных туалетов в Одессе, особенно в туристический сезон. Уже, конечно, в Одессе есть, и то закрытый на замок. Куда она годится? Одесса приваблива туристично? Красиво, но... Это просто несоизмеримое с нормальными человеческими условиями, и это большое невыражение к нам, одесситам. Естественно, что нужны туалеты, но как же, допустим, это просто провоцирует сами нечистоплотных людей, гадить, извините, в море, там, где купаются все. С чего же начинается культура? И действительно, как театр начинается с вешалки, культура в городе, в зданиях начинается в первую очередь с общественных туалетов. Элементарные нормы не соблюдаются совершенно, то есть это просто строение, оно опасно для жизни. Сюда и дети должны заходить, туда зайти, это рядом с пляжем, зайти без обуви, это опасно для здоровья по санитарным нормам. Воды нет, туалетной бумаги нет, потолок может обрушиться на голову, может травмировать человека. Ступеньки в плохом состоянии, люк открыт. Нужно думать о одесситах лучше. По-видимому, застройка склонов Одесского побережья важнее для нынешней городской власти. Очень обидно, что склоны наши уничтожают, застраивают хаотично этими домами, туалеты, они все уничтожили, инфраструктуру тоже. Мэр, конечно, конечно, мэр. Но у него, видимо, рук не хватает. Больше внимания уделяется, наверное, вот таким вот стройкам, девятиэтажным. Жалобы одесситы Андрея на состояние общественных туалетов руководство города игнорирует. Мне по 15.35 зачитали где-то недели через три какой-то набор терминов, номеров, каких-то постанов. Вот, я говорю, человеческим языком можно сказать. Мне сказали, да, что они как бы бесхозные. По словам местных жителей, уже пора менять людей у власти, которые из года в год ведут Одессу к экологической катастрофе. Геннализацию они собираются пускать в море. Просто я бываю часто вот на десятые, я вижу, как там с морей стоялось, и со всего этого выходит волнорез, вот такие вот коричневые пятна. Сколько же денежных средств городской совет, так сказать, утопил на раскрутку туристического бренда Одессы. Туристические путеводители по Одессе, как в печатном виде, так и в электронном. Официальное мобильное приложение «Путеводитель по Одессе» разработано под эгидой Департамента культуры и туризма Одесского городского совета. Приложение всегда подскажет, где можно расположиться, где вкусно поесть и какие туристические объекты посетить. А вот куда людям можно сходить в туалет, приложение подскажет или кто. Ведь в мэрии, например, туалет бесплатный, а людям с набережной куда бежать.